Всем здарова народ с вами Варчик в этом видео поговорю с вами про свою мотивацию Играть в World of Tanks, к чему она приводит и что такое играть без мотивации, без цели Итак, когда я начинал играть, все было интересно, все новенькое, прикольненькое Играешь, все изучаешь, вообще классно Не нужно искать ни мотивации, ни стимула, ни цели, ничего не нужно искать Потому что мотивация это все, и цель изучить тоже все Но проходит время, когда ты более-менее уже практически все знаешь Настает момент придумать, или чтобы игра сама тебе предложила, чем заниматься, куда стремиться Какая-то цель должна быть И она появилась в виде набивания отметочек, в виде набивания фиолетового ВН-8 Я набился фиолетовый ВН-8, набил себе на десятках и на всяких остальных девяточках, восьмерочках, которые мне были интересны Три отметки Прим танки, которые выходили, я покупал, стримил для зрителей И сразу набивал на них три отметки, пока фармил на них серебро Все было до поры до времени, прикольно, интересно и весело Но вот фиолетовый ВН-8 набился, куда дальше стремиться непонятно Следующего цвета после фиолетового никакого нет И дальше можно набивать просто так циферки Что-то эта цель у меня как-то пропала Остается еще одна цель, набивать отметочки Ну вот и эта цель у меня со временем тоже как-то так сама по себе затерялась Поскольку время от времени набивание трех отметок приводит к побочному эффекту Сгоревшая жопа и игра начинает бесить время от времени И вот аж целых пару лет Я особо не старался ни на чем набивать три отметки Но время от времени они сами все равно иногда набивались Хотя я играл просто так Ехал в стандартные свои позиции Никакой лишней агрессии в рандоме не проявлял Разыгрывал стандартные позиции Обращал внимание что происходит в бою на миникарте И старался отыгрывать от ситуации Плюс в конце еще думал логически как обмануть врага Чтобы довести бой до победы В принципе все Чего в этом не хватает Не хватает стимула, азарта, спортивной злости, дерзости И грубо говоря тупо агрессии не хватало Просто грамотное пассивное ведение боя Поскольку нету цели достичь чего-то выше чем есть сейчас Но последнее время Уже несколько дней там или неделю Я набиваю три отметочки на премтанчиках Уже на нескольких премтанках набил три отметки И выбираю уже следующие жертвы на чем буду набивать Были уже танки и на которых было довольно таки легко набить три отметки И танк на котором три отметки даются очень тяжело Поскольку он нестабилен из-за своей медлительности И приходилось иногда изобретать такие тактики невероятные Когда по степям на второй минуте боя Ты на медленном танке едешь поперек поля Для того чтобы успеть настрелять свои 3-4 тысячи урона Еще и насветить пару тысяч Чтобы достичь трех отметок И к чему это привело? Привело к тому что появилась нужная агрессия Нужный стимул Я прям ехал за уроном Бросал там то что не нужно мне И поперек карты ехал на другой конец Потому что там оно все вот происходит Мне надо ехать туда все Больше дерзости появилось Больше живости и игра стала активней Да время от времени пригорает Да арта Да всякие дурачки которые играют в танчики Но так или иначе это стало как-то живее И хорошие бои которые приносят удовольствие тоже здесь бывают Жаль конечно что и жопа горит временами Но видимо в онлайн играх по другому не бывает Поскольку и в других онлайн играх Когда играешь на результат жопа тоже горит Все зависит от человека Насколько сильно она у него горит И если зайти на какой-нибудь там КТТС И посмотреть статистику то статистика выросла до того момента Когда я пару лет назад набивал 3 отметки То есть видимо в тот момент у меня был тот же самый азарт как и сейчас И статистика что тогда примерно одинаковая Что сейчас я играю неделю на такую же статистику В промежуток когда я играл без мотивации и без цели Статистика была хуже и по проценту побед и по ВН8 Поскольку играл просто пассивно без цели и без мотивации Из этого делаем вывод что в картошку играть просто так лишь бы играть Это играть не в полную силу Поскольку должен быть ну какой-то там азарт Стремление к чему-то всегда тоже должно быть Единственное что все время смущает это ресурсы Которые приходится затрачивать во время набивания этих самых трех отметок Поскольку хотелось бы каждый танк снаряжать в бой тупо фул фарша Самые топовые модули, расходники и снаряды тоже подороже Если просто зарядить снаряды подороже тут ума много не надо То снарядить все танки топовыми модулями это уже проблематично Поскольку на все танки на которых я набиваю три отметки у меня физически не хватит фиолетовых модулей Где столько бон взять непонятно И тут нам приходит на помощь розовенькие новые модули Досылатель и сведение Бесплатно я уже получил сведение и воткнул его в тот танк который скорее всего требует хорошего сведения Также еще будет впереди у меня пару танчиков где тоже этот модуль пригодится Поскольку сведение там три и больше секунд А это не сведение а слезы Этот модуль мне пригодится Три ляма серебра я в него уже воткнул И чтобы его переставлять мне нужно всего лишь 10 голды Что в принципе копейки Но вот что интересно чтобы получить досылатель такой же Уже нужно 6500 голды А это уже для меня дороговато А еще лучше стабилизатор вместо сведения Поскольку сведение используется намного реже чем стабилизатор Но я думаю в следующих каких нибудь батл пассах картошкиных мы увидим и стабилизатор с вентиляцией Единственное что где эту голду брать Вот в чем вопрос Поскольку это все мне очень сильно бы пригодилось в набивании отметок Поскольку фиолетовые модули переставлять за 200 бон не целесообразно Легче просто покупать новые модули и втыкать на все танки самые топовые которые тебе нужны в ангаре А вот розовые модули можно было бы и переставлять за 10 голды Главное чтобы в какой то момент снова моя мотивация не перегорела А то я опять превращусь в пассивного разыгрывателя дефолтных тактик Учитесь на моих ошибках С вами был Варчик Играть красиво Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok